Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 35 лет, я ещё не замужем, я очень за это переживаю. Я не понимаю, почему у меня не складываются отношения с мужчинами. Вижу на себе заинтересованные взгляды, но знакомиться никто не спешит. Я не плохо выгляжу, не глупа. Собственно, всё, такой вот у нас в данном случае текст. Вопросы. Что хочется сказать? Ну, в первую очередь хочется сказать, что, знаете, как-то чувствуется, да, что вы, ну, знаете, как будто бы то ли в себе не уверены, да, то ли сомневаетесь, то ли вот нерешительны. То есть вот какая-то такая история на самом деле. Возникает, когда я читаю ваш текст. Возникает такое ощущение, что вы вот как будто бы очень нерешительны, как будто бы вы, ну, сомневаетесь во всём, вот, практически во всём сомневаетесь. Такое ощущение есть у меня. Когда я читал ваш, значит, ну, ваш вопрос, да, вот. Собственно говоря, вот у меня такое ощущение, что вы больше как-то вот ждёте того, чтобы с вами познакомились, нежели чем сами идёте в знакомство. Такое ощущение у меня возникает. То есть вы хотите, чтобы познакомились с вами больше, чем, ну, вот, самостоятельно, да, что-то делать для того, чтобы, значит, знакомство завести. Это первый момент. Второй момент, на который хочется обратить ваше внимание, заключается в том, что вы переживаете из того, что не замыли. То есть здесь складывается такое ощущение, здесь складывается такое впечатление, что вы больше хотите замуж, нежели чем выстраивать отношения с мужчинами. Дело в том, что отношения с мужчинами и с людьми, в принципе, выстраиваются посредством контакта двух личностей. Ну, или, да, или больше в зависимости там от ситуации, в которой находятся люди. Соответственно, возникает вопрос, да, какого-какого рода этот контакт будет. То есть какой контакт вы встраиваете. Для того, чтобы это понять, нужно как минимум, наверное, поисследовать вашу личность. Да? Наверное. Нужно увидеть, какая личность вы. Нужно увидеть, что вы представляете себя как личности. У меня скрывается ощущение, что вот в какой-то степени вы зажаты. И то, что вы зажаты, возможно, как раз таки не даёт вам возможности проявить свои, ну, свои сильные стороны, скажем так. Да? То есть не даёт вам проявить те стороны, которые у вас есть, грубо говоря. Вот. Значит, соответственно, значит, это первый аспект, то есть раскрытие ваших сильных сторон. Второй аспект – это стремление к замужеству и переведение этого стремления к замужеству в формат, значит, 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 ну, формат более осознанный, то есть что вы здесь хотите, да? Например, вы можете хотеть реализации своих, допустим, ценностей, к примеру. Как вариант. Вы можете стремиться к этому в силу своих приоритетов определённых, это тоже такая довольно важная вещь. или что-то ещё. Но важно, чтобы вы были свободны от интроекции. Что такое интроекция? Это то, что, это то, когда человек пытается, ну, достичь чего-то, потому что ему кажется, что так надо. Вот. 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 У меня было ощущение, ощущение такое, что вы к замужеству стремитесь, стремитесь, потому что… так надо. Вот. А если это так, то ничего хорошего, на мой взгляд, из этого не выйдет, в принципе. Вот. Потому что нужно, как мне кажется, всё-таки самостоятельно, в той или иной степени самостоятельно определять свой путь, свои действия, свои… поступки и так далее. Вот. Если… Вы этого не делаете… то… Это большая проблема для вас, потому что в этом случае вы не свободны. так же очень важно увидеть, пожалуй, аспект, связанный с тем, например, насколько вы реализованы. Вот. Ну, то есть, насколько вы реализуетесь. И… Реализуетесь ли вы, в принципе. Вот. Это очень важный, очень важный момент, как мне кажется, и на него нужно обратить ваше внимание. Как минимум. Поработать с моделью женского поведения, чтобы вы больше раскрывались как женщины, тем самым, как бы, демонстрировали мужчинам, какая вы. Вот. И больше, как я уже сказал, работать над личностным ростом. Вот. Потому что сейчас есть ощущение, что нет базы, на которой вы могли бы выстраивать отношения с мужчинами. То есть, ну, это же не… Это же не только взаимодействие вот между мужчиной и женщиной. Да, это же всё-таки взаимодействие двух личностей получается. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте. Вот. Такая вот история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Сп bon. Адук Поро. STUDY Y Продолжение следует...